Ведущие туроператоры России вычислили оптимальную стоимость путевки в Ненецкий округ. Трехдневный тур на выходные должен стоить порядка 24 тысяч рублей. Это удалось выяснить в ходе рекламно-информационного тура «Доступный Арктикам». Четыре дня, проведенные в округе, показали представителям крупнейших турокомпаний, чем привлекателен полярный край и готов ли он принимать туристов. Знакомство с Наринмаром, туристический культурный центр, оленеводческое стойбище, Пустозерск. Ознакомительная программа у российских туроператоров была максимально обширной. Ведь им предстоит выяснить, чем Ненецкий округ может привлечь туриста. Во-первых, это первозданная природа и небольшая удаленность от центра. А об этом знают, к сожалению, немногие. Даже крупные туроператоры мало что знают о Ненецком округе. Если рассказать туристу, что до региона из Москвы лететь всего два с половиной часа, большая вероятность, что тур его заинтересует. Логика простая. Недалеко – значит недорого. Например, недавняя поездка. Нас приглашали наши партнёры на остров Рангеля. Она на сегодняшний день стоит около 12 тысяч долларов на человека. Поэтому посещение, по сути, близких по широтам островов, которые находятся недалеко от Наринмара, может стоить совершенно других денег и действительно сделать Арктику доступной. Регионы, которые могут предложить схожие условия, к примеру, Валдай, Алтай или Карелия, довольно раскрученные. А значит, турист не получит новых эмоций и картинки. По словам Елены Монаховой, сегодня именно эмоциональная составляющая в приоритете туриста. Однако отправлять в округ большие группы отдыхающих пока не следует, считают профессионалы турбизнеса. Ощущение, что к вам не хочется везти туристов. К вам хочется везти гостей. Потому что вот эта девственность округа, который сейчас, то есть я понимаю, что с точки зрения туризма он абсолютно пока не развит. И хочется его очень осторожно развивать, очень грамотно развивать. Потому что тут нет необходимости сейчас вливать толпу туристов, потому что люди должны быть к этому подготовлены. Люди должны грамотно оценить всю эту вашу красоту и девственность, которая сохранена. О том, что природа щедро одарила заполярный край удивительными пейзажами, говорили единогласно. Небывалые эмоции у гостей остались после посещения стойбища, вертолётной экскурсии, рыбалки и мастер-класса по изготовлению национального сувенира. Настоящим бонусом стало одно из самых потрясающих природных явлений – северное сияние, которое гостям удалось увидеть. На круглом столе по итогам поездки было решено – туризму в Ненецком округе быть. Возможность увидеть северное сияние – это, конечно, неизбыточная мечта любого путешественника. И вот нам это повезло, мы вчера увидели, просто несказанно довольны этим, будем теперь, конечно, об этом рассказывать. И это тоже можно продвигать и говорить, что у вас есть такая возможность реальная. Ненецкому округу действительно есть, что продвигать, уверены туроператоры. Главное – есть готовый базовый продукт. Теперь его необходимо поместить во вкусную оболочку, и гарантия продажи турпакетов будет обеспечена. Потенциал действительно огромный, есть очень много интересных мест, которые пока еще, может быть, не связаны какой-то единой сквозной концепцией, которая пронизывала бы всю экскурсию, всю поездку, всю программу, весь маршрут. Мне кажется, что немножко не хватает такого туристического, туроператорского именно опыта, которым мы готовы поделиться, который мы уже неоднократно проходили в других регионах. Кстати, по сравнению с другими регионами, стоимость тура в Ненецкий округ будет намного ниже. С учетом перелета, проживания и питания, стоимость экскурсионного продукта составит порядка 24 тысяч рублей. Туроператоры уверены – искушенные туристы с большой земли поедут в наш регион целыми семьями. Конечно, при условии определенного уровня сервиса. Для этого окружным специалистам по туризму нужно приложить максимум усилий. Итогом же трехдневного визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Департаментом образования, культурой и спорта и Ассоциацией туроператоров России. Документ предусматривает информационную поддержку, что крайне важно для развития туризма. Конечно, мы не будем заниматься прямой рекламой, но все позитивные сдвиги, которые будут происходить в Ненецком автономном округе, все то содействие, которое будет оказано отраслевой администрацией и в целом властями региона, это будет находить поддержку и отражение в тех печатных и интернет-изданиях, с которыми мы работаем. То есть задача номер один – это информационная поддержка. Информационная поддержка, желание создать хороший турпродукт и принять на Ненецкой земле туристов с Большой земли должны стать тем локомотивом, который будет двигать туристическую отрасль в нашем регионе.